Казанскому Динамо Настояние очень боевое у команды, все настроены, я думаю, очень хорошо, позитивно, потому что мы, в принципе, провели хороший тренировочный процесс, готовились, разбирали и до сих пор разбираем команду, поэтому, да, все, будет завтра Наши дорогие болельщики, яркий, эмоциональный и красивый женский волейбол состоится 27 января в 19 часов в Казанском центре волейбола Нашим девушкам будет очень важна ваша поддержка на трибунах, а билеты вы без труда сможете купить на официальном сайте клуба Взять реванш после поражения еще одно приятное чувство Именно с ним из Нижнего Новгорода вернулась домой Казанская Динамо, одержав уверенную победу над Спартой со счетом 3-0 Почему реванш? Просто напомню, что осенью в Казани сильнее были как раз-таки Нижегородки Я думаю, что тоже настраивались на игру, потому что, как вы уже сказали, проиграли, конечно, хотелось победить И я думаю, что на хорошей ноте закончили, я имею в виду, ну, отрезок я имею между игрой со Спарта и вот сейчас, потому что выиграли все равно, как бы, по накатам и все так идет Но я думаю, что настроение тоже хорошее и потому, что выиграли тоже, это подбадривает К матчу против чемпиона страны Динамо Акбарс подходит на третьей строчке в таблице серии из шести побед подряд Настроение у команды под стать Я думаю, что всего лишь цифры и не нужно на них опираться, не нужно на них смотреть, потому что все равно всегда стоит задача выигрывать каждую игру, независимо от того, сколько игр ты выиграл до этого Прекрасно, готовимся к предстоящему матчу, стабильно, как всегда у нас тренировки, разбор к предстоящему матчу А вот вопросы по составу есть Матч против Спарты пропустила Либера Евгения Баяндина, которую подменяла Милина Рахматулина А второй в заявке была и вовсе молодая доигровщица Динамо Уор Камила Реброва Плюс болельщики ждут дебюта в составе Динамо болгарской доигровщицы Добрианы Рабаджиевой Которая только на прошлой неделе официально пополнила состав команды Решата Гелезуддинов Вообще прекрасно, я уже сказала, что такое ощущение, что я знаю ее давно, может быть из-за того, что она знает русский язык, но, конечно, она очень общительная и это помогает и в площадке, и в команде, и в игровых действиях У меня очень отлично На самом деле такое ощущение, что она очень давно в команде, потому что получилось, что как-то с первого дня так все с ним заобщались и как она, часть коллектива, как будто она дала сначала сезон, такое ощущение Да, и не было там кое-какие у нее, ну, не то чтобы проблемы с здоровьем, она немного болеет, но сейчас она устанавливается уже более-менее в составе, так что уже в тренировочном процессе участвует Но то самое чувство реванша наверняка есть и у волейболиста Калининградского локомотива В матче первого круга Казанская Динамо уверенно переиграла железнодорожниц у них в гостях со счетом 3-0 Но помимо хорошей игры команды, такому результату было еще одно логичное объяснение Была хорошая командная игра, хорошо, что мы забрали соперника и хорошо выполнили установку и минимум своих ошибок совершили И поэтому, я думаю, завтра нужно так же будет действовать, минимум своих ошибок, установка тренерская и действовать так, как по плану мы разобрали до этого команду С тех пор локомотив встал на победные рельсы, добрался до финала Кубка России, где, правда, уступил москвичкам и одержал 11 побед подряд Но главное, что команда оправилась от травм ведущих волейболисток, которые дают результат Главный из них наша старая знакомая Татьяна Кадочкина, которая не играла в первой игре, как и Вера Костючек Как всегда, зажигает Ксения Парубец Максимова и Кроткова в топе среди бомбардиров команды А также Лока уже после старта сезона пополнила бразильская диагональная Лорента и Шейра Но ту самую серию из 11 побед на прошлой неделе вновь прервали москвички Переигравший локомотив в Калининграде и вновь со счетом 3-0 Меньше ошибок было совершено, нежели у локомотива И также на блоке они хорошо сыграли, в Калининг хорошо сыграли И я думаю, с учетом этих показателей Качественные, центральные и классные крайние нападающие Есть в распоряжении еще одной экс-волейболистки Динамо, опытной связующей Ирины Филиштинской А руководит локомотивом Константин Сиденко Который еще в прошлом году был ассистентом Алексея Вербова в Казанском «Зените» Команда сплоченная, хорошая, все готовы Много выделить кого-то конкретно, все молодцы Такая же боевая команда Но выиграет тот, кто совершит меньше ошибок Главный забивающий, главный по главной количеству подачи Это Ксюша Парабыч, конечно, у нее очень много Таня Кадычкина тоже хорошо сбивает Да и в принципе, центр тоже у них, я так говорю, быстрая атака очень сложно Ну, то, чтобы адаптироваться на блоке, сыграть Потому что очень быстро в передаче летит, нужно быстро двигаться В принципе, против всех надо играть, против каждого нападающего Матч двух топ-команд женской суперлиги Двукратный чемпион страны Калининградский локомотив в гостях у Динамо Акбакс Нашей команде очень важна ваша поддержка Девушки будут невероятно рады видеть вас на трибунах центра волейбола А если у вас такой возможности нет То прямая трансляция встречи состоится на телеканале Матч Страна 27 января в 19 часов по морсковскому времени А также на интернет-порталах Матч, Спортбокс и ТВ Стар Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин